Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Олег и Валя. Мы сейчас находимся в Хургаде. И один из часто задаваемых вопросов, где же можно купить хоть какую-либо одежду. Ну, допустим, вы сюда приехали на Левке, и у вас там пару футболочек, шортиков. Или вы хотите купить ребенку что-то, не знаю, там летнее или потеплее, наоборот, похолодало. Мы решили снять это видео для вас. Здесь находимся мы сейчас в Сен-За-Моле. Это огромнейший торговый центр. И здесь находится магазин Вайкики, который мы очень любим. И решили сегодня его посетить. Возможно, тоже купим себе каких-то футболок новеньких, платьюшков, шортиков. В общем, сейчас все посмотрим и вам покажем. Соответственно, покажем, какие здесь цены. Ну и пошли! На входе у нас Макдональдс. И давайте посмотрим все-таки, какие еще магазины есть в Сен-За-Моле. Я даже не знаю, обойдем мы весь торговый центр или нет. Магазинов приличное количество. Но наша цель это Вайкики. Да, куча вот таких вот коридорчиков. Я помню, мы когда были, вот здесь картины так и рисовал молодой человек. Если я неправильно скажу название магазина, не обессудьте. Я их все знать просто не могу. Физически. Уже вечер. Как обычно сюда все приезжают под вечер. Но людей приличненько, я бы сказала. Даже очень много. В каждом магазине по несколько человек присутствуют. Так, видим в скором времени здесь откроется магазин одежды де-факто. Турецкий бренд, если не ошибаюсь. Я помню, да. Здесь у нас спортивный? Нет, не только. Венс. Также есть Левайс. Ну, как-то небольшой уголочек для Левайса. Здесь у нас Рибок. Адидас. Кафешечка с левой стороны. Ну, странно, я почему-то не вижу никаких акций. Допустим, там, купи две вещи, третья бесплатно. Бывает здесь такое или нет. Так. Так, Cold Stone, холодный камень. Мороженое магазин. И сразу же нарисовалась здесь очередь. Особо много детей. Есть план Сензо Молода. Да, а давай посмотрим, где Вайкики. Так. Наша цель Вайкики. А где мы находимся? Давай посмотрим. Гейтам, смотрите, есть четыре... Смотри, вот отсюда мы зашли. Да, Макдональдс. Вот так вот прошли. Вот мы ее. Ну, вот здесь, походу. Да, естественно, мы пойдем вот сюда. Смотри, где Вайкики. В общем, сейчас найдем, вот он в самом конце. Ну, все, тогда мы с вами вот так вот сейчас и пройдемся. О, Тимберлэнд. Я помню этот магазинчик. Мы покупали там что-то. Часы можно посмотреть. В общем, точно такой же торговый центр, как у нас в Украине. Серебро. Чехлы на айфоны. Ну, я бы сказал, средних размеров. У нас бывает сейчас, ну, в разы больше. Ну, я имею в виду, когда у нас только открывались торговые центры. Сумки. Так, такие вот бренды тут есть. Белье нижнее. О, ну, а здесь уже пошире, да, проход? А, точно, здесь же находится супермаркет. Да? Если вам интересно, обязательно снимем также и супермаркет. Сумки, обувь. Как ни странно, очень много людей. Как этот бренд читается? Наверное, очень известный здесь. А, да, дежавю, я даже не заметила. Мобильная связь. Кстати, вот там была скидка какая-то. Снова одежда. Чехлы на телефоны, колонки, украшения. В общем, все, как обычно, в любом торговом центре. Еще один из частых вопросов. Что, какую валюту лучше с собой вести, спрашиваете. Доллары там или менять на местную. Ну, мы рекомендуем, берите карточки. Карточками здесь везде принимают. Даже стали принимать в каких-то маленьких магазинах или киосках. Ну, в кафешках, т.д. и т.п. Не надо менять. Вас лишний раз не обманут. Правильно. И карту можно брать не физическую, а просто рассчитываться и Apple Pay. Ну, и, в принципе, и самой картой. Ну, да. Так, здесь у нас Карина. Да? Ну, похоже, да. Вряд ли Карина. Да, мы прошли эти салаты, только что была точка большая. То есть здесь можно купить спокойно стартовый пакет или пополниться. Да, если вы не купили в аэропорту симку, то можно сделать это в Сен-За-Моле. Здесь, я помню, Дьюти-Фри еще должен быть. Ксиоми магазины. Реклама какого-то торгового, ой, торгового, жилого комплекса. Вижу ли, что это? Нет. Ой, какой комплекс показалось. Семена тыквы, это разные эти. Масочки, масла и тому подобное. В прошлый раз у меня было магазина Ксиоми. А здесь что у нас? В общем, столько магазинов, ребята. Я даже не успеваю читать названия. Ну, смотрите. Да, ищите свои бренды. Да, свой бренд. А, вот скидки какие-то, видишь? Чемоданы. Да, было в другое время, мы в чемодан, наверное, все посмотрели. Явно сейчас спросите, сколько стоит чемодан. Сколько стоит чемодан? 1300 фунтов. Все, я уже увидела, средний. Я увидела, увидела. Да? Да. А такой? 1600. Как видите, люди все-таки стоят и что-то выбирают. Так, здесь очередь из местных. Продают платочки. И я не знаю, как называется их одежда. Дона Дони. Дона Дони. Таун Тим. О, Манго. Магазин Манго есть. Севенти. В общем, сейчас тут вам подрассказываю неправильных названий. Ну, напишите в комментариях. Манго тоже довольно популярно. Да, Манго популярно. Да, в принципе, если де-факто откроется, то, ну, здесь можно, наверное, ловить скидки неплохие. Шермен. Шерман. Вот и Дьютифрик, про который ты говорил. Да. Это детский магазин у нас идет. А вот Дьютифри. Это здесь можно, да, в течение двух или трех суток купить на один паспорт. Литр спиртного, по-моему. Литр спиртного. Да. Катерпиллеры. А здесь огромная, огромная детская зона с трансформерами. Вот таким вот куполом. И сюда нужно зайти сразу вот через вот этот ход, а не так, как мы шли через весь торговый центр. Так как, повторюсь, здесь четыре гейта. Идем, зайдем уже внутрь, глянем, что там. Так у нас же обзор магазина Вайкики. Нет, это буквально, часто спрашивают, с детьми приезжают, где есть какое-то развлечение для детей. Да, куда сходить, где развлечься. Ну, пожалуйста, огромный мир всяких автоматов, т.д. и т.п. Я думаю, здесь ребенок найдет для себя сюда. Потеряется здесь ребенок, а не найдет. Я так, судя по кассе, здесь понимаю, здесь можно проплатить карточку, ну, баланс какой-то на карточку и все. Ну, как и во всех торговых центрах. Ну, да. Покупаешь карточку и закидываешь туда деньги. А дальше уже, ю-ху. Ну, трансформеры, по-моему, в прошлый раз были. Подожди, мы что, обошли? Или это вторая точка художников? Нет, вторая, вторая. Вот это я тоже помню. Могу красиво нарисовать ваше имя. Смотрите. Сколько стоит? Одно имя, 200 фунтов, маленькая. Семь букв. А из 14 300 фунтов. Ну, так не дешево, но очень красиво, да? Да. Такой дома себе картину сделать. Смотрите, прямо при нас человек рисует. Не все знают, но здесь есть свой маленький базар даже. Мы туда не пойдем. Не, не пойдем. У нас цель другая. Так, дьюти-фри шоп. Дьюти-фри, вот он идет. Кафе. Получается, что мы почти весь Сензамол обошли по кругу, да? Ну, ничего. И вот он наш в Айкике. Наша цель на сегодня. Ну что, заходим? Ну, поехали. Так, на что сегодня у нас здесь акции? Футболки, майки. Люди что-то роются, выбирают. Купальники. Ну, буду показывать вкратце, потому что весь магазин показать просто физически не получится. Угу, 229 фунтов. Меня больше интересуют футболки, так как сейчас очень жарко. О, крутые пижамы есть. Пончики и кофе. Штаны. 400. Так, ищем где больше всего людей, значит там самые интересные вещи и цены. Здесь у нас акция 129 фунтов. Честно, я бы не сказала, что это прям так супер дешево. Но я думаю, если поковыряться, подобрать себе что-то можно. Давайте глянем. Нет, 199 фунтов. Как-то странно, честно говоря, все навешано, как в Сакенхенде. Ничего нельзя рассмотреть. О, ну, здесь уже получше. Джинсовые рубашки, джинсы. Футболочки. Пошмяканное что-то все. Нет, я не критикую, просто говорю то, что есть. Рубашки. 300 фунтов. Вот такие вот кофточки. 300 фунтов. А вот такие кофточки. Вы знаете, я так поняла, что на все штаны и теплые вещи где-то 300 фунтов цена. Вот такие классные штаны, слушайте. Прям как пижама домашняя. Но можно носить и на улицу, и в спортзал, и куда хотите. 229. Мне понравились. Да, действительно прикольные. Верблюдики. Это, наверное, скорее всего, все-таки пижамные варианты. А может и нет. Так, футболки. 129. Вот куча разных цветов. Шорты, тапки. Здесь у нас джинсы. Вот 400 фунтов. Для джинс это недорого, ребята. 350 рубашки. Курточки 400. Тоже есть разные цвета. Ну, желтенькая. О, желтенькая классная, ребята. Прям вообще мой любимый цвет, кто знает. Очень даже ничего. 300 фунтов. Рубашки мужские. Пиджаки пошли. 250. 170. Детская. Штанси вот такие вот у нас. По 199 фунтов. И мы пришли уже к отделу детских вещей. 119 целая витрина. Масочки, трусишки, пижамки. Сразу видно детские вещи. Такие веселенькие цвета. Так, я бы себе такой хотела бы. Пойду искать взрослый. Дальше у нас кепочки. Маечки. 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 Класс. На любой карманный вкус. Буду выходить с детского отдела. Хочется показать что-то женское. Да и самой посмотреть. Тут у нас мужчины роются, значит нам не сюда 129 фунтов в витринка Хотя вот сейчас уже вижу фола, продается 250 фунтов Штаны у нас 450 По 300 есть штаны Такие легенькие, вообще легкие-легкие, ребят Не хочу разворачивать, если я это не буду покупать Не люблю, когда после меня остается бардак в вещах А продавец бегает и все это складывает Хотя я понимаю, это его работа Что еще посмотреть? Тоже прикольная вещица 350 фунтов Так, ну где же толком женские вещи? Я почему-то не вижу Как-то все в разнобой висит Жилетка 550 фунтов Джинсики 350 Ой, классные рубашки Хочу себе приобрести 350 фунтов Цвет просто мне не нравится Буду искать Ой, а на камере цвет вообще другой Она на самом деле Такого болотно-зеленого цвета Темнее Камера светлее показывает Курточки 500 Сарафанчики в виде рубашек 450 фунтов Сейчас покажу вам издалека Так, здесь у нас платьица Даже есть джинсовый сарафанчик Оцены надо смотреть 600 фунтов Но так не дешево, не дешево 600 фунтов Вот такое вот платье Платье в пол Такой есть цвет Но, честно говоря, такой мне цвет вообще не симпатизирует 350 Платье Есть вот такие вот 400 фунтов Смотрите Тоже в пол Сумки Рубашки Топики 229 Вот такой, смотрите Под джинсы, конечно, вещь классная Особенно, кто худенький Футболки Рубашки В общем, буду сейчас Что-нибудь себе искать И мерять Потому что вайкики Очень люблю эти вещи 119 фунтов 119 фунтов Да, в Киеве тоже есть вайкики Но, к сожалению, сейчас мы не в Киеве И по-моему, все-таки я нашла себе рубашечку Вот такую домашняя Белая Ну, в принципе, можно и на пляж ходить Но я себе такую мечтала приобрести домой В общем, фу Это оказалось не так просто, как я думала Потому что акций мало в этом вайкики А людей, особенно местных, прям очень много И все кабинки для переодевания заняты Но все-таки я купила то, что я хотела Хотела я себе рубашку Стоила она 300 фунтов Но мне она понравилась Честно говоря, турецкие вайкики Как-то больше мне понравился Здесь все вперемешку Футболки в одном месте Потом в другом месте Чтобы что-то себе найти Надо еще обходить весь-весь магазин Вот, так что пишите ваши комментарии Может быть, есть еще какие-то магазины Где удобно примерять Есть хороший выбор одежды И интересные цены Обязательно его посетим Ну, честно говоря, сюда стоит приезжать Именно в Сензамол, чтобы погулять по магазинам Если у вас есть свободный вечерок Или погода, допустим, не заладилась На море не покупаешься Так что, go send the mall И, как всегда, с вами из Кургады Были Олег и Валя И всем пока Все будет, Украина Пока Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»